Даже сейчас, в мирное время, ежегодно пропадают без вести сотни тысяч людей. Кто-то становится жертвой несчастного случая, кто-то страдает от бандитского нападения. Среди пожилых людей довольно распространена внезапная потеря памяти при рассеянном склерозе. Пропажа человека – это всегда страшный удар для его родственников. Нередко люди даже не знают, куда обращаться со своей бедой. Чтобы полиция начала розыск пропавшего без вести человека, родственникам необходимо подать заявление в отделение по месту жительства. В поиске взрослого человека, старшего 17 лет, полицейские начнут через 3 дня после подачи заявления. Ребенка обязаны объявить в розыск немедленно. Чтобы найти пропавшего полегче, обязательно передайте в полицию его фото и сообщите особые приметы. Как можно подробнее опишите, во что был одет ваш родственник, откуда и куда он направлялся. Полицейские разошлют ориентировки по всем окружным делам. Листовки с фотографии пропавшего расклеят на информационных досках в общественных местах. Кроме фото и особых примет, там будут и контактные данные, по которым можно сообщить сведения о пропавшем человеке. Следующий шаг самый сложный – звонки в больнице и морге. Если ваш пропавший родственник не имел при себе документов, то, возможно, придется ездить на опознание. Попросите друзей и знакомых поддержать вас в этот тяжелый момент. Может быть, кто-то согласится разделить с вами эту задачу. Так вы объедете больше медицинских учреждений и сэкономите время. Если ваши усилия пока не дали никаких результатов, не отчаивайтесь. Обратитесь к интернет-порталам, посвященным поиску пропавших без вести людей. Группы добровольных помощников из разных районов начнут поиски вашего родственника. Поищите среди средств массовой информации те, которые размещают объявления о пропавших. Кроме интернет-ресурсов, это могут быть телеканалы, газеты, журналы. Многие из них размещают объявления о потерявшихся людях абсолютно бесплатно. Ваша основная задача сейчас не опускать руки. Надо быть готовым к тому, что поиски могут занять много времени, при этом не принося никакого результата. Но ни в коем случае не теряйте надежды. Случается, что пропавшие родственники возвращаются через год, два или даже через 10 лет. Поэтому заплатитесь терпением и ни в коем случае не теряйте веры в хорошее. Продолжение следует...